Мы с вами начинаем изучение курса «Разработка приложений клиент-серверных баз данных». Данный курс является логическим продолжением изучения таких курсов, как «Основа информационных систем», «Теория баз данных», «База данных информационной системы». То есть, если вы на предыдущих курсах рассматривали локальные базы данных, то сейчас мы будем рассматривать клиент-сервер. Тема сегодняшнего занятия, так как это занятие первое, то это годное занятие, и просто рассмотрим систему управления базами данных. Вспомним, что такое СУБД, функции СУБД, рассмотрим архитектурс. Система баз данных – это термин, который используется в современной англоязычной литературе для определения человека-машины системы, включающей базы данных, СУБД, оборудования и персонала. База данных – это именованная совокупность данных, отображающая состояние объектов и их отношения к просматриванию предметной области. СУБД – это совокупность языковых и программных средств, предназначенных для создания и ведения совместного использования базы данных многими пользователями. Эта терминология вам известна. Рассмотрим архитектуру базы данных. В процессе научных исследований, посвященных тому, как именно должна быть устроена СУБД, предлагались различные способы реализации. Самым неспособным из них оказалось предложено Американским комитетом по стандартизации НСИ Трехуровневая система организации баз данных, которая изображалась на экране, состоящая из внешнего уровня, из концептуального уровня и из физического уровня. Уровень внешних моделей или внешний уровень – это уровень, где каждая модель имеет свое видение данных. Этот уровень определяет точку зрения на базы данных отдельных приложений. Каждое приложение видит и обрабатывает только те данные, которые необходимы именно этому приложению. То есть, например, у вас имеется база данных ВУЗ. Имеются пользователи – это отдел кадров, это учебная часть, это студенческий отдел, это, может быть, там, факультет и так далее. То есть, учебная часть будет иметь доступ только к тем данным, которые касаются учебного процесса. Бухгалтерия будет иметь доступ только к финансовой части. Это есть внешний уровень базы данных. Второй уровень – это концептуальный уровень, еще называют концептуальная модель. Это центрально управляющее звено. Здесь база данных представлена в наиболее общей мере. То есть, этот уровень отражает обобщенную модель предметной области, для которой создавалась сама база. Как и любая модель, данный уровень или данная модель, она отражает только существенные с точки зрения обработки особенности объектов реального мира. Третий уровень – это физический уровень. Это, собственно, данные, расположенные в файлах на внешних носителях. Данная архитектура позволяет обеспечить логическую, между внешним уровнем и концептуальным уровнем, и физическую, это между концептуальным и физическим уровнем, независимости при работе с данными. Логическая независимость предполагает возможность изменения одного приложения без корректировки других приложений, работающих с той же базой данных. Физическая независимость предполагает возможность переноса хранимой информации с одних носителей на другие при сохранении работоспособности всех приложений, работающих с данной базой данных. Выделение концептуального уровня позволило разработать аппарат централизованного управления базой данных. Каков же процесс прохождения пользовательского запроса? Во-первых, пользователь отправляет СУБД запрос на получение данных из базы данных. СУБД осуществляет анализ прав пользователя и внешние модели данных, соответствующие данному пользователю. Подтверждает или запрещает доступ данного пользователя в запрошенном данном. Если пользователь не имеет права доступа, то ему выходит соответствующее сообращение в рабочую область. Типа вы не имеете права доступа, и на этом сеанс работы с базой завершен. Если же пользователь имеет права доступа, то СУБД запрашивает информацию о части концептуальной модели. Получает обратно информацию о запрашиваемой части концептуальной модели и отправляет запрос на то, где хранится эта информация, вернее, часть этой информации в терминах операционной системы. После того, как СУБД получила ответный вопрос, где же хранится информация в терминах операционной системы, она обращается к операционной системе с просьбой перекачать часть информации из хранилища в системный буфер. Операционная система осуществляет перекачку данных. После того, как информация была перекачена, она отправляет сообщение СУБД о том, что информация перекачена, ваш запрос выполнен. СУБД полученную информацию отправляет пользователь. Здесь необходимо обратить внимание на такую аббревиатуру, как ВМД. Это база метаданных. Именно в этой базе хранится информация о используемых структурах данных, о логической организации данных, о правах доступа пользователей, информация о физическом расположении данных. Для управления базой метаданных существует специальное программное обеспечение администрирования баз данных, которое предназначено для корректного использования единого информационного пространства многими пользователями. Но запрос не всегда проходит такой полный цикл. СУБД обладает достаточно развитым интеллектом, который позволяет не повторять бессмысленные действия. Например, если пользователь уже обращался к СУБД, то при повторном его обращении для него не будут определяться права доступа, внешняя модель, а сразу же пойдет анализ запроса, то есть анализ того уровня в концептуальной модели, запрос которого содержит данный фрагмент информации. На самом деле механизм прохождения запросов реальных СУБД гораздо сложнее, но даже эта упрощенная схема показывает, насколько серьезным и сложным должны быть механизмы обработки запросов, поддерживаемые реальными СУБД. То есть любая СУБД должна обеспечить возможность представления внутренней структуры данных, физическую и логическую зависимость данных, минимальную избыточность данных, то есть дублирование данных, возможность быстрого поиска, эффективные языки запросов данных, в частности это использование, требования безопасности, надежности, конфиденциальности, целостности. СУБД должна предоставлять доступ к данным любым пользователям, в том числе к тем, которые не имеют представления, как устроена база данных, как она работает, но лишь имеют возможность работать непосредственно в приложении. Таким образом, функции СУБД – это непосредственное управление данными во внешней панике, это управление буферами в атерактивной памяти, это управление транзакциями. Напомню, что транзакция – это последовательность операций над базой данных, рассматриваемой СУБД, как единое целое. Транзакция либо успешно выполняется, тогда СУБД фиксирует изменение базы данных во внешней памяти, либо происходит откат транзакции, изменения не сохраняются, и база данных остается первоначальным состоянием. Понятие транзакции необходимо для поддержания логической целостности базы данных. Таким образом, поддержание механизма транзакции является обязательным условием даже для однопользовательских СУБД. На самом деле, понятие транзакция гораздо более важно многопользовательствам. То свойство, что каждая транзакция начинается при целостном состоянии базы данных и оставляет это состояние целостным после своего завершения, делает очень удобным использование понятия транзакции как единицы активности пользователя по отношению к базе данных. При соответствующем управлении параллельно выполняющимися транзакциями со стороны СУБД, каждый из пользователей может в принципе ощущать себя единственным пользователем. С управлением транзакциями на пользовательской СУБД связаны важные понятия сериализации транзакций и сериального плана выполнения снижения транзакций. Подробнее с транзакциями мы знаем, что мы познакомимся на следующий день. Также СУБД должна обеспечивать журнализацию. Одним из основных требований СУБД является требование надежности хранения данных во внешней памяти. Под надежностью хранения понимается то, что СУБД должна быть в состоянии восстановить последнее согласованное состояние базы данных после любого аппаратного или программного сбоя. При этом сбой может быть как мягким, так и жестким. Любая СУБД должна поддерживать языки баз данных. К языкам баз данных мы относим языки маникулерных данных, языки определения данных. С языками баз данных, в частности, СССР, вы также были знакомы, при изучении теории баз данных. Но в этом курсе мы повторим и немножко расширим наши знания по дискоингу. Существует множество классификаций СУБД, так же, как и множество классификаций баз данных. Довольно часто в литературе эта классификация, классификация СУБД, классификация баз данных, она перекликается. Некоторые авторы, когда говорят о классификации баз данных, имеют в виду СУБД. По каким критериям можно классифицировать СУБД, у вас на экране видно. Можете потом посмотреть, изучить самостоятельно. В принципе, это вы тоже знаете. Как можно классифицировать СУБД в архитектуре? На этом немножечко остановимся подробнее. СУБД различает централизованную, локальную. Это СУБД, которые были расположены на пользовательских компьютерах в эпоху развития персональных ЭВМ. и СУБД распределенную, которые также делят на файл серверную, на клиент серверную, ну и отдельно выделяют интернет-архитектуру. Что такое централизованная, либо локальная СУБД? Это когда все три уровня базы данных, физический уровень, концептуальный уровень, внешний уровень, вот это все три находятся вместе, в одном месте, вместе на одном компьютере. То есть физически они все хранятся вместе. Распределенная архитектура — это когда либо база данных хранится отдельно от приложений СУБД, либо приложение хранится отдельно от концептуального уровня и от базы данных. Поэтому различают либо файл серверную, либо клиент серверную. Ну, остановимся немножко подробнее на этих архитектурах. Файл серверная архитектура СУБД. Это архитектура, при которой база данных, то есть файл хранится отдельно на сервере, а приложение и СУБД хранятся вместе у клиента. То есть если клиенту необходимо обратиться к базе данных, то он берет копию полную копию базы данных и работает с этой копией. После того, как он поработал, сохранил изменения, он новую базу данных обратно отправляет на сервер. Как же можно характеризовать данную архитектуру? Ну, во-первых, вся тяжесть вычислительной нагрузки в таких системах ложится на приложение клиента, так как все СУБД находится у клиента и все вычисления происходят у клиента. Во-вторых, идет нагрузка на сеть. Пользователь берет не отдельную информацию, он берет всю базу данных. Локальные СУБД, в том числе файл серверные, они используют так называемый навигационный подход, когда мы работаем не с отдельными записями, вернее, наоборот, мы работаем с отдельными записями, а не с определенной порцией информации. Здесь увеличивается требование к аппаратным мощностям пользовательского компьютера, так как не только сама программа может требовать какие-то предъявляющие требования к памяти, но и просто база данных настолько огромная, что для ее хранения необходима хорошая комплектация. Низкий уровень безопасности, то есть при передаче информации может быть потеря произойти. Реализация бизнес-правил, она осуществляется в приложениях клиента, то есть две программы, два клиента, которые работают с одной и той же бобой, да, они могут по-разному реализовать бизнес-правил. По бизнес-правилам мы тоже остановимся позднее. Ну и недостаточно развитый аппарат транзакции. Это может служить источником ошибок в точке зрения одновременного внесения изменений базы данных. То есть я взяла копию базы данных, я поработала со студентами, изменила, удалила студента, добавила студента, обратно отправила эту копию на север. В тот момент, когда я сохраняла, вернее, изменяла данные, еще не сохранила, другой пользователь, взял эту же информацию с базы данных, начал у себя работать с информацией, со студентами. Я сохранила, отправила в базу. Получается, что у клиента, у второго, старая база, старая информация. То есть база данных оказалась несогласована. Клиент серверной архитектуры. Это архитектура, когда у клиента только приложение по работе с базой данных, а с УБД и сама база находятся на сервере. Здесь такие преимущества. Большинство вычислительных процессов происходит на сервере, то есть снижаются требования к вычислительным мощностям приложения, к вычислительным мощностям пользователей. Снижается сетевой трафик, так как каждый раз я буду просить не всю копию базы данных, а лишь ту часть информации, которая мне необходима. Упрощается наращивание вычислительных мощностей. В том случае, если, допустим, я улучшила программное обеспечение, увеличила объем базы данных, но моя мощность, мощность моих компьютеров, пользовательских компьютеров может быть несерьезной. Это первое. И второе, если вдруг я поменяла сервер, увеличила мощность непосредственно самого сервера, то это никак не будет влиять на работу приложения. Не будет требовать, не будет необходимости, когда нужно копию базы данных раздавать всем пользователям, так как я поменяла сервер, перенесла базы данных на другое место. Более высокий уровень обеспечения безопасности баз данных, высокий уровень ссылочной и смысловой целостности информации. здесь развит механизм транзакции, то есть если я изменила что-то в базе данных, мои изменения будут перед всем пользователям. Большую часть бизнес-правил она также будет реализована на столе, что также приводит к неконфликтным ситуациям при многопользовательстве работе с данными понятия бизнес-правил, понятия информационной безопасности, транзакции мы более подробно рассмотрим в следующих темах. На экране у вас есть вопросы для запретения, которые вам необходимо ответить. Имеется список литературы, список неполный. Основная часть литературы неполный список имеется в сервисе. Помимо этого база данных это литературы может быть много, можно пользоваться любой литературой, которая касается именно клиент серверных местах и касается Microsoft SQL сервера.